Коалиция проевропейского правления после подписания соглашения избрала нового спикера парламента. Им стал Игорь Корман. Субтитры создавал DimaTorzok Депутат Демократической партии был назначен на должность главы законодательного органа голосами 58 парламентариев. Сама процедура избрания затянулась на несколько часов и проходила под личным контролем лидера ДПМ Владимира Плохотнюка. Как и ожидалось, нарушения были. Представители правящих партий, чтобы отметить свой голос за кандидата Игоря Кормана, делали пометки в бюллетенях и складывали их особым способом. Депутаты коммунисты заявили, что таким образом был нарушен принцип тайны голосования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПКРН намерена оспорить в Конституционном суде законность процедуры голосования за председателя парламента. По словам коммунистов, разыгранный в законодательном органе спектакль продемонстрировал не только антиконституционность действий новых союзников, но и царящий в коалиции проевропейского правления тотальное недоверие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Корману 44 года по профессии дипломат. В ДПМ является членом крыла партии, контролируемого лично Владимиром Плохотнюком. Вчера же финн-олигарха Андриан Канду занял кресло вице-спикера. После долгих трех месяцев ожесточенной политической борьбы бывшие коллеги по Альянсу пошли на мировую и утвердили новый кабинет министров. Таким образом, законодательный орган выразил правительству Юрия Лянко вотум доверия. В начале с祝дом мэнния до первого часа, мы будем волна окупаться за все, что происходит для жизни реального фейкера и цитатей Молдова. Мы будем волна окупаться за все, что происходит для будущего европейского Молдова. Таким образом, что все, что происходит в фазе, что сейчас есть сатисфакция, потому что мы решили, что с этим эфономом мы удерживаемся нестабилитие. Новое правительство обещает изменить жизнь в стране к лучшему и продолжить борьбу с коррупцией. При том, что в составе нового Кабмина остались все те же чиновники. Андрей Усатый, фигурирующий в двух уголовных делах по факту злоупотребления должностными полномочиями, продолжает занимать кресло министра здравоохранения. Остался в своей должности и министр финансов Вячеслав Негруцы, против которого прокуратура возбудила дело о нанесении государству ущерба в размере полумиллиона евро. В новый состав правительства перешел и министр обороны Виталий Маринуцы, который фигурировал в центре скандала с незаконной продажей оружия. Георгий Шалару продолжает руководить Министерством экологии, несмотря на то, что был уличен в лоббировании интересов фирмы «Сына». Лидер ПКРМ Владимир Воронин раскритиковал с парламентской трибуны как новоявленную проевропейскую коалицию, так и состав нового кабинета министров. Этот политический союз – результат договоренности двух мафиозных кланов, считает Владимир Воронин. Без всякого стеснения в стенах парламента, под видео и фотокамерами представители двух мафиозных криминальных кланов заключают сделку. На глаза всей страны повторяют. Еще вчера у них, у всех был шанс преодолеть свои воровские инстинкты, подняться над своими застарелыми криминальными замашками и дать народу шанс на свободу, на принятие собственного решения о будущем Молдовы. Но, быть может, я говорю о досрочных парламентских выборах, кто не понял, и, быть может, молдавский народ с милости велся и просил бы им все то, что творила вся эта зондер-команда реформатора в эти годы. Но сегодня все эти политические карманики и кидалы перешли ту видимую черту, за которой уже не будет никакой общественной реабилитации. Этот вульгарный политико-криминальный гей-парад, организованный либерал-демократами и демократами, вряд ли когда-нибудь забудется. И всех его бесстыжных участников уже не спасут ни заботливые еврокомиссары, ни объятия европейских послов, ни чемоданы с долларами. Прощения не будет. И пусть зарубежные заказчики этих киллеров молдавской государственности останутся пока что недоступными для градущего народного трибунала. Но запомните, всем исполнителям этого преступления уже не скрыться от неминуемого наказания. Их имена и лица знает вся страна. Те, кто поднимет сегодня руки за это правительство, точно знают, что все предыдущие дни их главари и сегодня полдня еще спорили о чем угодно, но только не об экономике, ни о социальном развитии, ни о демократических свободах народа страны. Дни напролет и бессонные ночи они выясняли, кому из них достанется прокуратура, кому достанется Центр по борьбе с коррупцией, кому достанется Конституционный суд, МВД и так далее. Министерство транспорта и прочее. Азартно и алчно они делили сферы влияния. Денежные потоки, государственные посты. Этим они занимались и всю последнюю ночь. И вот они договорились, поделили, распилили. И думаете же вы что успокоитесь? И уже нет ни одного человека, который бы не понимал, что сегодняшнее голосование это всего лишь последняя попытка добить молдавскую демократию. Сломить сопротивление общества, оттянуть день справедливого возмездия за все преступления, совершенные вами последние четыре года. Утверждение состава нового кабинета министров под руководством Лянка раскололо молдавское общество на два лагеря. Лагерь бедных, где большинство, и лагерь богатых, где царит наглость и беззаконие, заявил Владимир Воронин. Перед лицом депутатов парламента он дал клятву, что плечом к плечу с народом Молдовы завершит миссию по восстановлению социальной справедливости в стране и привлечению к ответственности всех, кто был вовлечен в процесс уничтожения государства. С сегодняшнего дня молдавское общество четко разделилось на две части. На абсолютное большинство граждан, которым невыносимо стыдно и трудно жить в этой стране, под пятой главарей авторитетов. И на меньшинство, у которого нет ни стыда, ни совести, ни малейшего чувства сострадания к собственному народу. Что ж, друзья, в кавычках, теперь выбор стал проще и понятнее. Уж вряд ли кого-то смогут сбить в толку пестрые, сине-зеленые вывески политических партий. Либо ты с бандитами, либо ты с большинством народа. Либо тебе не стыдно обслуживать походливых паханов, захвативших власть в твоей стране, либо ты встал на борьбу с ними. Третьего просто не дано. Партия коммунистов Республики Молдова сделала свой выбор давно. Но сегодня с этой трибуны, перед всей страной, я клянусь, что мы доведем свою борьбу до конца. С большинством народа, с опорой на его мужество, благородность, стойкость, мы освободим нашу родину из криминального плена и построим по-настоящему демократическую, свободную, процветающую Молдову. Новое правительство Республики Молдова под руководством премьер-министра Юрия Лянко сегодня приняло присягу. Церемония прошла в государственной резиденции. Присутствие президента страны и лидеров новой правящей коалиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Произнеся текст присяги, преклонив колено перед государственным флагом, члены нового правительства принимали поздравления от президента страны. Бывший премьер-министр Владимир Филат, бывший премьер-министр Владимир Филат и бывший спикер парламента Мариан Лупу наблюдали за происходящим со стороны. Под занавес торжественной церемонии речь держал президент Николай Тимофти. Редактор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Рации нового правительства не обошлась и без традиционного бокала шампанского. Перспективы развития двусторонних отношений, а также позиция ПКРМ в связи с избранием нового правительства и формирование правящей коалиции стали темами беседы председателя ПКРМ Владимира Воронина с чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаридом Мухаммедшиным. Как сообщает пресс-служба ПКРМ, в ходе состоявшейся сегодня встречи были обсуждены текущие вопросы внутренней и внешней политики, а также перспективы развития двусторонних молдороссийских межгосударственных отношений. Владимир Воронин проинформировал собеседника оппозиции ПКРМ по вопросу преодоления беспрецедентного политического и социально-экономического кризиса, в который погрузилась страна после избрания двумя мафиозно-политическими кланами нового временного правительства, сообщается в документе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается других нарушений прав ребенка, Тамара Пламодиала уточнила, что в Молдове зачастую дети становятся жертвами врачебных ошибок. Они подвергаются физическому и сексуальному насилию, а виновные в этом не несут никакой ответственности. Тем временем, только в прошлом году в республике было зарегистрировано 26 случаев суицида. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Однако власти не предпринимают в этом отношении никаких мер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще одно явление вызывает беспокойство, говорит парламентский адвокат, это оптимизация системы образования. На сегодняшний день, инициированная правительством реформа усложняет жизнь более чем 9000 школьников. В этом году в школе и в других городах не будет гарантат и осигуратся секуратом персоналу и обеспеченых детей. И, конечно, они были транспортированы в условии нефаворабилов и инумане, практически для тех детей. В comunicации, например, 90 детей, которые сомняты в 50-е локации, в 50-е локации. Imaginați-vă cum стоят эти копии, sau sunt nevoiți ca copii să-și аștepte către 3 ore, fie autocarul, fie машина care îi transportează, avem плângeri care, parintii sunt nevoiți ca, cu automobilele proprie, să-și transporteze copiii la școală, și așa mai departe. Deci, s-a pornit o reformă în sistemul educațional, peste noapte, probable fără a fi consultat atât opinia publică, cât parintii și copiii, pentru că, într-adevăr, această reformă să fie pe interesul copiii și să ne facem economie pe care copiii. Vă rezultate reformă образования без работы остались более 700 преподавателей și 300 технических работников. Likviidației podvergлись 45 школ. Эта участь до конца года ждăt și другие образовățelne учреждения в странă. Еșe одна проблема, на которую обращает внимание обuțмен, это дети-sirоты. Ирина, учащаяся 9-го класса в одном из столичных домов-интернатов. Ela мечтает поступить в ВУЗ, но такой возможности у нее нет без средств к существованию и жилья. Пользуясь случаем, она обращается к властям. Мы ничем не отличаемся от других детей, только тем, что у нас нет родителей и всего лишь. Мы тратим только тысячу лей, две тысячи лей только потратить, чтобы снять квартиру. Откуда у нас такие деньги, чтобы снять квартиру? А коммунальные услуги, вы взрослые люди, вы живете в квартирах, вы знаете. Вы знаете, что такое жизнь. Мы не готовы, потому что у нас нету тех людей, которые могли бы нас научить этому. Мы не просим чуда, мы не просим ничего, хотя бы прийти к тому человеку, которого мы знаем и попросить совета. Не говоря уже о помощи, потому что сколько бы ни просили, все равно мы никакого ответа от вас не слышим. Наталья – выпускница того же интерната, студентка педагогического колледжа. Рассказывает, что ей пришлось вернуться обратно, потому что нет мест в общежитии, а стипендий ей не хватает даже на необходимые учебники и тетради. Парламентский адвокат по правам ребенка Тамара Пламедяло заявила, что неоднократно обращалась к властям с требованием обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сегодня сталкиваться будущим гражданам страны. Однако реакция чиновников до сих пор не последовала. Сегодняшняя пресс-конференция была приурочена к Всемирному дню ребенка, который Молдова будет отмечать завтра. Для более 400 тысяч учащихся школ прозвучал последний звонок. Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года, состоялась и в столичном лицее имени Натали Георгию. К лучшим из лучших, а в этом столичном лицее отличников на огромную доску почета наберется. В этот день по традиции награждали дипломами и наградами за успешные достижения в науке, спорте и в других не менее важных областях. Стали взрослыми теперь и детских лет вам не вернуть. Вам школа в жизни открыла дверь и указала путь. Уроки и домашние задания позади. Мальчишкам и девчонкам не терпится с головой окунуться в лето. Впрочем, долгожданные каникулы наступили пока лишь для учащихся младших классов. Выпускники же засядут за подготовку к экзаменам. Но это завтра. А сегодня учителя, родители первоклашки провожали их в новую взрослую жизнь. У меня сын выпускник и как бы я очень рада. Это очень волнительно, потому что 12 лет назад он стоял в ряду первоклашек и такие же самые были эмоции, как и сейчас. А вот сегодня выпускник. Поэтому как бы очень рады и очень волнуемся. Ну, немножко грустно, конечно. Хотелось бы этот последний звонок поменять на обычные звонки перемен, но, к сожалению, всем успает конец. Ну, немножко грустно, но и радостно, с другой стороны, что мы закончили все при поддержке учителей наших. Мы все хотим сказать вам огромное спасибо от всего сердца. Это спасибо мы говорим в нашей школе, в особенности нашим любимым учителям. Вы все взращивали в нас самые лучшие качества, вкладывая свою огромную душу в душу каждого из нас. Теперь мы уходим, оставив в сердце частичку каждого из вас и будем помнить вас всю жизнь и будем стремиться передавать нашим детям то тепло, которое вы каждый год отдавали нам. Слова благодарности в адрес педагогов звучали не только из уст выпускников. Уважаемые коллеги, сегодня мы находимся здесь для того, чтобы выразить свою признательность всем преподавателям за их огромный труд в течение этого года и в течение всех школьных лет. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, за терпение, понимание, за силу воли и последовательность, за искренность и принципиальность. Аплодисменты для наших дорогих учителей. Искреннюю признательность за самоотверженный труд, за упорство и самоотдачу в воспитании молодого поколения, за стремление посеять в детском разуме дух настоящего патриотизма выразил педагогам почетный гость праздника третий президент страны и председатель партии коммунистов Владимир Воронин. Я благодарю педагогический коллектив за то упорство и за тот труд, который они прилагают, чтобы вырастить, воспитать подрастающее поколение. Мы в последнее время взрослые и особенно те, которые занимаются политикой, очень редко употребляют слово патриотизм. Но это очень неверно. Нельзя воспитать гражданина, нельзя воспитать человека тех стандартов и того времени, в котором мы живем, без того, чтобы он не овладел этими качествами патриота. И здесь мы рассчитываем и на помощь родителей, и на помощь общества, и, конечно, на помощь педагогического коллектива. Ребята, поздравляю вас с завершением учебного года, поздравляю вас с началом каникул, поздравляю вас со вступлением в большую жизнь. Дорога в новую жизнь, конечно же, будет нелегка и терниста, но повзрослевшие ребята обязательно ее преодолеют и станут достойными гражданами, как очень надеются родители-педагоги своей страны. Премьер-министр Юрий Лянко, как и многие другие политики, нашел время в своем плотном рабочем графике, чтобы присутствовать на торжественной линейке по случаю окончания учебного года. Лицей имени Георгия Осаки, признался новоиспеченный глава кабинета министров, был выбран им не случайно. Его супруга тоже выпускница этого, как он отметил, престижного образовательного учреждения. Обращаясь к 12-ти классникам, Юрий Лянко в первую очередь пожелал успехов и достижений в новой взрослой жизни. Юрий Лянко пожелал выпускникам успехов на экзаменах и выразил уверенность, что багаж полученных знаний в стенах лицея поможет им в будущей жизни и профессии. Впрочем, в этом не сомневается и директор этого столичного образовательного учреждения. Для него каждый выпускной класс это еще одна перевернутая страница в истории лицея. Время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Учеников будут сдавать экзамены на степень бакалавра, а 36 тысячам ребят предстоит продемонстрировать свои знания на выпускных экзаменах в гимназиях. Субтитры создавал DimaTorzok 21 век наступил, а борьба с никотином продолжается, но только не в Молдове, где на сегодняшний день каждый девятый молодой житель курит. Таковы неутешительные данные Национального центра общественного здоровья. Исследование также показывает, что большинство юных курильщиков привязывается к сигарете, не достигнув 10-летнего возраста. Согласно тому же опросу, проведенному среди подростков в возрасте от 13 до 15 лет, 60% респондентов регулярно подвергаются воздействию табачного дыма в общественных местах, а более 53% дома. Тем временем эксперты в области здравоохранения считают, что число курящих детей только увеличится в ближайшие годы. На лечение заболеваний, вызванных курением, государство тратит ежегодно более 360 миллионов леев. Субтитры создавал DimaTorzok